Испокон веков в России люд талантами богат, Расцветает чудом синим гжель, И золотом горят дивные хохломы узоры. Скань колдует кружева, С красных вышивок поморов Смотрят предков божества. Сказки палехских шкатулок, Самоваров тульских блеск, Яркость дымковских свистулек Лишь у нас в России есть. Сегодня мы открываем цикл мероприятий, Которые напомнят вам о чудесах чудесных, О некоторых народных промыслах. Начнем с тех 11 народов, Чьи представители проживают в Ягодном. Большую часть населения поселка составляют русские. До наших дней дожили 7 русских народных промыслов. Направляемся к одному из них, в подмосковный город, известный всему миру платками и шалями дивной красоты, которые запоминаются яркой сочной расцветкой и необыкновенным разнообразием. Итак, Павловский посад – место рождения одного из русских чудес. Более 200 лет назад христианин села Павлова Яков Лапзин создал предприятие, из которого впоследствии развелась платочная мануфактура. Позже подобные предприятия во множестве возникли в России и стали конкурировать. Но только Павлова посадская мануфактура благодаря талантливым хозяевам выстояла и преуспела, став лучшей в своей отрасли. Обладать шалью из Павловского посада было не просто модно, но и статусно. На различных выставках изделия получали награды за качество и художественные особенности. В 1958 году на всемирной выставке в Бусселе павловские платки награждены большой золотой медалью и стали настоящим брендом, который до сих пор ценится во всем мире. Павлово-Посадский платок – это гордость и одна из визитных карточек России. Это символ русской культуры, уникальное произведение прикладного искусства, получившее мировую известность и признание. Очень любят яркие цветные платки с кистями обские угры. Летом небольшие, легкие, зимой теплые, плотные, кашемировые и шерстяные. Платки носят с самого детства. Платком прикрывали детскую гулюльху, голову ребенка. Из платков делали кукол. Нет предела творческой мысли мастеров. Перед вами оригинальный платок с портретом основателя платочного предприятия Якова Лапзина. Создали его продолжатели дела талантливого российского крестьянина. Художники отобразили историю возникновения, развития и укрепления платочной мануфактуры. А на этом полотне радует глаза богатый венок из цветов на ярко-синем фоне. И называется платок «Возьмемся за руки, друзья», как будто специально для нашей рубрики. Благодарим за просмотр. До следующей встречи.